МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами АРАСНЮС, где мы делимся последними новостями из Южного Азербайджана. Директор Южно-Азербайджанской национальной организации сопротивления, член Центрального совета и директор новостного канала АРАСНЮС Меджит Араз в интервью каналу Азатлык вновь выступил с речью о своем понимании Ирана и центристского персидского правительства о ситуации в Южном Азербайджане и миссии организации сопротивления. Представитель Южно-Азербайджанской организации народного сопротивления в Турции Меджит Араз в интервью телеканалу Азат, подчеркивая о поверхности демократии Центристской оппозиции, сказал, в описании и толковании демократии не должна приниматься сторона ни одной этнической группы, партии или организации. В этом интервью Меджит Араз ответил на вопрос о том, были ли националистические интересы Ирана и Южного Азербайджана в одном направлении. Если бы персидская центристская организация Исламская республика Иран, персидские партии и правители Пехлевий дали правильные объяснения о национальных интересах, если бы это заявление включало интересы всех этнических групп в Иране, они бы могли идти в одном направлении. Но на протяжении многих лет эти интересы работают для одной группы, то есть ни для кого, кроме персидской нации. Он продолжил свое выступление, упомянув столетнюю историю Ирана, где персидские политические движения и правительство Ирана выступали предателями азербайджанских коллег. Мы стали свидетелями предательства, притеснения и игры против Азербайджана в конституционном событии и операции Шеймухамада Хиябани Сиид Джафир Пешивери в Народной организации Азербайджана и Народной операции Млюман. Южный Азербайджан больше не желает принимать участие в этих играх. Национальные активисты в городе Эрдибиль Южного Азербайджана распространили тюркские книги среди студентов в связи с открытием школ. Аббас Худаяри, один из гражданских активистов Южного Азербайджана, был арестован силами безопасности Ирана во время этой деятельности. По случаю открытия школ в Эрдибиле национальные гражданские активисты подчеркнули важность образования на родном языке в тюркских городах Южного Азербайджана, распространяя тюркские книги для детей. Как сообщает информационное агентство АРАСНЮС, эта деятельность, начиная с первого дня открытия школ, продолжится одну неделю. Национальные активисты, знакомясь с семьями и учителями детей, говорили о важности получения образования на тюркском языке во время раздачи книг. Следует подчеркнуть, что национально-гражданский активист Аббас Худаяри, который распространял книги в районе Халхал в Южном Азербайджане, был арестован силами безопасности Ирана. Однако все распространенные им книги были напечатаны и одобрены Исламской республикой Иран. Поскольку книги были только на тюркском языке, этот национальный активист был арестован. Депутат Урмии Надир Газипур сказал, что жителям около 400 деревень вокруг озера Урмии не хватает питьевой воды. Надир Газипур, депутат Урмии, сообщил в интервью местным журналистам, что 400 деревень вокруг озера Урмии были лишены питьевой воды. Он назвал причиной проблемы высыхания соленого озера Урмии. Таким образом, из-за высыхания соленого озера в Урмии грунтовые водные ресурсы превратились в соленую воду и стали непитьевыми. Газипур также раскритиковал небрежность иранского государства в оживлении озера Урмии, подчеркнув, что такое отношение принесет катастрофу в регион. Депутат Урмии, согласившись с тем, что удаление озера Урмии с карт учебников является большим неуважением, сказал. Озеро Урмия еще не исчезло и не должно исключаться из учебников. Дети должны знать об этом озере и учиться правильному использованию воды. К примеру, несмотря на то, что Аральское море высохло, оно никогда не удалялось из российских и, более того, мировых карт. Высыхание озера Урмии серьезно угрожает жизням людей, живущих в регионе, и многие люди страдают от респираторных заболеваний. По мнению экспертов, из-за проблем со здоровьем в этом регионе в ближайшее время более 15 миллионам человек будет необходимо мигрировать. Безработица и экономический кризис в Иране теперь затрагивают все области жизни людей, а не только одну часть. Протестующие Южного Азербайджана начали новое возражение против безработицы и заработной платы, а 15 человек были арестованы в этом мирном протесте. Согласно сообщениям агентства новостей АРАСНЮС, во многих городах Южного Азербайджана, начиная с 23 сентября, водители грузовиков начали протестовать против высокой инфляции. Причиной этих протестов в городах Южного Азербайджана, таких как Тибрис, Суфиян, Мэрент и Казвин, были чрезмерные затраты и увеличение цен на грузовые запчасти, их недостаток, а впоследствии и сокращение перевозимых грузов. Водители грузовиков, сообщая, что эта ситуация не доставляет ничего, кроме вреда, перестали работать. На юге Азербайджана в Казвине 15 дальнобойщиков были арестованы иранскими силами безопасности по обвинению в запутывании широкой общественности. В Тибризе, тюркском городе Южного Азербайджана, был возведен символ книги персидского языка для начальных классов персидским и центристским правительством на площади Шахер, который был немедленно удален из-за возражений южноазербайджанских национальных активистов. На протяжении многих лет тюркский народ Южного Азербайджана лишен собственного языка, который является азербайджанским тюркским. Благодаря персидскому суверенитету, преобладающему в иранской стране, не только народ Южного Азербайджана, но и все другие этнические группы лишены национальной идентичности и правовых законов. В недавние дни по случаю открытия школ на одной из известных площади Тибризов и Эхмеде была возведена статуя книги персидского языка. Национальные активисты Южного Азербайджана, оценив это как оскорбление национального самосознания южноазербайджанского народа, продемонстрировал серьезные возражения и, стерев слово «персидский», написал вместо нее «тюркский». Это событие напугало центристко-персидских чиновников в Тегеране, и за несколько дней надпись «Книга персидского языка» была переименована на «Математику для третьих классов начальной школы». Экономический кризис в Иране изо дня в день углубляется. Валюта Ирана продолжает стремительно обесцениваться. На прошедшей неделе иранская валюта обесценилась не менее чем на 20%. В Иране чрезмерная инфляция и безработица привели большинство жителей к краю пропасти. Уже начались серьезные миграции. Каждый, кто имеет возможности, старается перевести деньги, семьи и себя за границу, потому что ни у кого в стране, в том числе и у членов режима, нет надежды на будущее. И наоборот, страх перед политическим и экономическим крахом и войной охватил всех. На этой неделе водители грузовиков начали забастовку снова по всей стране, и эта забастовка растет с каждым днем. Как и во многих секторах, водители жалуются на низкие зарплаты, высокие затраты и на то, что низкий доход доставляет людям трудности в проживании. С каждым днем число иностранных компаний, покинувших иранский рынок, растет. Почти никто из инвесторов не желает приезжать в Иран, так как Америка предупредила всех об этом. Инвесторам приходится выбирать между Ираном и Америкой. Вдобавок ко всему поступают сообщения о вооруженных конфликтах и небезопасности в неперсидских регионах. Арабы Ахваза, Курды и Белуджи усилили вооруженные действия, и звуки выстрелов в этих районах не прекращаются. Официальные лица США выдвигают жесткие заявления, в открытую угрожают Ирану. Похоже, что исламский режим в Иране с каждым днем теряет контроль и приближается к концу. На этом наш выпуск окончен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова